Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбол от жизни, это продолжение нашей карьеры за Зенит. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал R&D, ссылочка на него есть в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения, буду рад вас всех там увидеть. Ну а мы продолжаем. И также у нас продолжается марафон по видеороликам, как только под этим видеороликом вы набираете 10 лайков, я сразу же выпускаю следующий видеоролик, даже если вы через 10 минут наберете, сразу же выставляем, так что дерзайте. Сегодня у нас 3 матча, как я посмотрел, в чемпионате России и 1 в кубке. Играем против Ахмата Дома на выезде против Уфы, Дома против Тамбова и снова же у нас игра против Уфы, только уже в рамках кубка России. Поэтому давайте переходить к игре, у нас также сегодня, я хотел сказать, что у нас новые приобретения, но нет, у нас же уже почти конец января, поэтому, ну вроде как я понял, Элведи только что присоединился, поэтому вот этот мне, да, действительно, он даже у нас здесь, надо его сразу поставить, находится он в конце списка, должен с Лукуми рядышком вот здесь быть, поэтому вроде как-то так. Поэтому все, давайте начинать, сейчас соберем состав, кто готов, там кто не готов, посмотрим. Ну вот таким составом мы выходим, Элведи в старте, Дуглас Сантос тоже, ну и Элдор Шамурода, все остальные, все из стартового состава у нас на поле. Зенит против Ахмата, домашняя у нас игра, поехали. Итак, Газпром-арена, Зенит принимает Ахмат в рамках чемпионата России, поехали. Ну и 1-0, Дрюси, вводит нас вперед, 31-я минута, ну красивый действительно гол получился, аккуратненько на Дрюси пошла эта передача, здесь и Шамурода, во-первых, очень хорошо перехватил Азмун на Дрюси, и Дрюси тут вторым уже касанием, так, по бильярдному, в дальнем нижнем углу забивает. Ну а Дрюси забивает дубль, вот так вот получается, Дрюси сегодня у нас, ну в любом случае бы он бы получил игрока матча, даже если бы и один гол забил, здесь еще и второй, после того, как не смог забить Азмун, очень хорошо забил Дрюси. Смотрим еще раз на этот момент, я не знаю, там вроде даже не в очко вратарю, аккуратненько просто катился мяч рядом. И все, заканчивается у нас матч, уверенная домашняя победа, благодаря дублю Себастьяна Дрюси мы выигрываем Ахмат и набираем очередные 3 очка в чемпионате России. 7.5, у него оценка. После 17-го тура мы все так же на первом месте лидируем в 6 очков над Локомотивом. Так, быстрый гол стал победным, удачно написался в команду, это про Айл Вэйди, Малком получил предложение от ПСЖ, Дрюси может перейти в Лион. Ну здесь после такого, наверное, замечательного выдающегося матча, за Дрюси это действительно сейчас будет следить Лион, но они действительно следят. Ну вот за Малкома предлагают 34-35, можно сказать, миллионов ПСЖ, но мы отклоняем этот вот переход. Так, ну по возрасту у нас вот Лунева мы уже точно выставили на трансфер, дальше Порте идет ему 30 лет, Бариус, кстати, 30 лет, поэтому нам нужны опорники сейчас. Поэтому будем что-то с этим делать. Ну вот вратаря нам как раз находит, это вообще замечательно. Мануэль Нойер 37-летний, нет, спасибо, смотрим дальше. Так, Левакович 28 из Агребского Динамо, я пока что добавлю список Леваковича у нас и в стримовой карьере с подписчиками был, играл за Спартак, мы вроде его подписывали. Нубель, кстати, тоже неплохой вариант, второй Нойер, можно сказать. Поэтому почему бы и нет, сейчас посмотрим, что у них там по цене, в принципе, но я бы Нубеля попробовал, почему бы и нет. Давайте посмотрим, сколько он там стоит. О, кстати, Нубель, это мы сейчас замечательно бы и забрали, если бы нам бы зарплата бы хватало. У нас сейчас денег в принципе нет на зарплатный бюджет. Вот, что там по Леваковичу, по дороже, наверное, будет, да нет, кстати, так же. Поэтому давайте сразу два предложения отправим, чтобы, если что, все гладко могло у нас пройти. Ну, а так мы ждем, когда подпишут у нас Лунева, у которого зарплата сколько. Ну, вот, кстати, там зарплата-то и должна нам, вот, Лунева, если продадим, все должно у нас пойти гладко. У нас, кстати, сейчас все, последние идут трансферные дни, и сейчас у нас будет последний трансферный день, в котором, я надеюсь, у нас подпишут и заберут Лунева, а мы подпишем вместо него кого-то еще. Малком перейдет в Наполе, вот такие уже слухи проходят. Так, ну что, Левакович, согласились, и согласился также Нубель, поэтому, ну, за Нубеля мы в любом случае бы, мне кажется, заплатили бы. Вот, поэтому ждем, сейчас уйдет Лунев от нас или нет, я в это просто верю, и мне нужен, вот, Нубель, мне кажется, это было бы замечательное подписание второго Нойера к нам в команду. Малком отрицает слухи о трансфере. Дриуси получил предложение от Леона, но Дриуси мы еще вот не меняем. Ему сколько там? Ему 27 всего лишь, поэтому он сейчас у нас и раззабивался, поэтому вот такие вот предложения пошли от европейских грандов. Итак, надеюсь, вот сейчас переговоры, нет, это скаут, он нам снова находит еще одного вратаря Эдерсона, которому тоже там уже за 30, ему ровно 30 играет в Атлетико Мадриде, поэтому его мы не трогаем. Малком получил предложение от Интер, я надеюсь, что там Лунев вышел какое-нибудь предложение, но нет, им вообще никто вот не интересуется, я давайте даже вот так вот сделаю, просто, а вдруг, а вдруг получится, вот этот скрипт какой-то сработает, но, кстати, такую же стоимость буквально пассажиры предлагали, поэтому Интер пассажиры уже интересуются Малкомом. Так, Пардо перешел из Утрихта в ЦСКА, вратарь за 1 800 000, вот Жезус получил предложение, сейчас посмотрим от кого, Повар получил от Тоттенхэма за 33 миллиона, отклоняем предложение Жезус, получил от Ливерпуля, неплохие деньги, там предлагали 90 с чем-то миллионов, то есть на 30 миллионов больше его рыночной стоимости, это очень хорошая переплата была, но Жезус у нас остается, и все-таки я верю, что у нас в этом году получится выиграть Лигу Чемпионов. Так, дальше, снова скауты нам находят, это один Хендерсон, кстати, интересный тоже вратарь, добавлю его в список пока что, ну и попробуем договориться. В клубе этого игрока не против нам его продать, а он вообще ни за какую команду-то там в принципе не играет, но за этого игрока я готов даже вот переплатить, не знаю почему, а Хендерсон сам по себе мне вот симпатизирует как-то. А, ну все, в принципе, они не согласны за 11 миллионов там его продать, и 3 миллиона годовая зарплата, ну ему и 26, то есть он моложе всех и выше всех рейтингов. Ну вот Лунев у нас, к сожалению, никому не стал интересен. Итак, моя команда, внимания нет, это не Лунев, это Паласиос от Ливерпуля, очередное предложение по нашим игрокам от этой команды, но нет. Ну, скорее всего, мы все так же будем с Луневым, я надеюсь, что его вот за время между зимним и летним трансферным окном все-таки найдутся для него покупатели, но мы, к сожалению, вот сейчас потеряем и Леваковича, и Нубеля, и Хендерсона. Мне кажется, они собьются сейчас у нас, правильно? Там переговоры сорвутся, написали нам, поэтому это очень обидно, сейчас действительно такое будет. У нас сейчас игра выездная против Уфы в чемпионате России мы играем, Азмундрюси попали в сборную месяца, молодняк только у нас здесь прокачался. Ну что же, мы переходим к игре Уфа-Зенит, с этой же командой нам предстоит сыграть в Кубке России, поэтому будет сейчас интересно посмотреть, как мы сыграем. Правда, на выезде, вот. Ну и Лунев, кстати, у нас будет в стартовом составе сегодня, которого у нас не получилось продать. Давайте Хосегая сыграет, потому что он не играл в прошлом матче. Мэйсон Гринвуд вместо Малкома, ну и наши нападающие, наверное, все-таки Чалова, выпущу вместо Азмуна. И, пожалуй, тогда давайте Клюверта вместо Дриуси. Кстати, нам надо не забыть Клюверта поставить в стартовый состав, потому что рейтинг у него 87-й, у Дриуси всего лишь 83-й, поэтому... Вот таким составом мы выходим на матч Уфа-Зенит в рамках чемпионата России. Поехали! Итак, нефтяник стадиум, а Уфа принимает Зенит. Интереснейший матч, который мы повторим в рамках Кубка России. Ну, кстати, мы видим по полю, не очень-то оно и готово к проведению данного матча, но все-таки, наверное, минимальным стандартным все-таки поле отвечает. Состав Санкт-Петербургского из Зенита. Клюверт, кстати, взял себе 10-й номер. Так, Чалов. И какой гол от Жезуса сразу на 9-й минуте, вы просто посмотрите. Вот так вот. Аккуратненько здесь Клюверт и мяч аккуратно обработал. Нашел паса Мчалова, тот корпусом поборолся. Аккуратненько отдает на Жезус, а тот первым касанием немножко вперед для себя подбрасывает. Ну и дальше с нерабочей левой ноги уже пробивает и открывает счет в сегодняшнем матче. 2-0. Вот так вот, кстати, Мессинг Гринвуд, если я не ошибаюсь, забивает свой дебютный гол за Зенит. Ну, супер. Хорошо здесь получилось атаковать. И ведь, смотрите, Гринвуд в стеночку отыгрался с Жезусом. Здесь еще и Федор Чалов поучаствовал. Кстати, Чалов вроде и отдал голевую передачу. Поэтому как-то так хорошая позиционная у нас атака получилась. И все. Уверенная победа на выезде. Жезус и Гринвуд забили у нас по одному мячу. Ну и лучшим стал Габи Жезус оценка 7.5. Ну что же, после 18-го тура мы все так же лидируем в российской премьер-религии и на 6 очков опережаем локомотив. Итак, у нас сейчас игра против Тамбова. Они идут ниже 10-й строчки. Даже давайте можем посмотреть, где. Так, так, так. На 11-й, кстати, опустились после предыдущего тура. Ну, играем все-таки дома. Ну и дальше снова у нас игра против Уфы. Давайте посмотрим, кто у нас готов, кто не готов. И в принципе, да, давайте сразу, пока я это помню. Слава богу, что сейчас это вспомнил. Джастина Клюверта нам надо поставить обязательно в старт. Потому что это все-таки игрок стартового состава, Дрюси, напомню, все так же ниже рейтингом, чем Клюверт. Поэтому я даже сейчас на всякий случай снова пробегусь, посмотрю, у всех ли соответствующие позиции у нас в команде. Ну, кстати, Аки конкурирует как с Лукуми, так и с Элведи. То здесь я не знаю. Если смотреть и по возрасту, и сравнивать как бы так, то Элведи, например, у нас вообще роль в команде звезда. У Лукуми и у Аки лидер. Поэтому я, честно, не знаю. По возрасту самый молодой из них это Лукуми. Ну, вот по таким качествам я бы Элведи даже в старте бы ставил. Поэтому, ну, уже что здесь? Потом, попозже, наверное, поставим. Если снова не забуду. Играем против Тамбова. Я все так же дам шансу Лунеу. Почему бы нет? Пусть играет в чемпионате России. Вот Пикфорд у нас на важный матч в российском чемпионате. И на Лигу чемпионов больше будем его заострять. И давайте Шамуродова выпущу вместо Азмуна. И вот связку Шамуродов-Жезус. Мне бы вот как-то интересно было попробовать. Давайте я даже до Лукуми могу вместо Таха выпустить вот так вот. Ну и вместо Паласиоса Фодена. Давно он у нас тоже не играл. Как и Караваев. Все. Вот таким составом мы выйдем. Зенит против Тамбова. Чемпионат России. Поехали. Итак. Зенит против Тамбова. Матч в рамках чемпионата России. Поехали. Караваев. Плохой, кстати, заброс там пошел. Мог. Действительно там мог. А Элдор Шамуродов что-то из себя вот показать. Пошла подача, передача на Дреуси. Дреуси. Шамуродов 1-0. Вот просто ну как по маслу. Прошла эта атака. Девятая минута. Элдор Шамуродов выводит Зенит вперед. Здесь все шло к тому, что Шамуродов ну должен был забивать. Не с подачи Караваева, так с вот такого навесика вот Дреуси. Просто аккуратно уже там перевел. А Рыжиков как-то не смог этот мяч отбить. Ну а Шамуродов забивает еще и перед самым перерывом. Делает счет 2-0 и забивает дубль. И все-таки пропускаем 2-1. 8-6 минута. Вот такой вот обрез получился у нас. Оборона не справилась. Лунев тоже так вышел. В надежде на то, что успеет быть первым на мяче. Но вот Костюков забивает и уменьшает наше преимущество. И все. Заканчивается матч. Минимальная домашняя победа. Благодаря дублю Элдора Шамуродова мы все равно выиграем сегодняшний матч. У нас два удара в створ, два гола. Хорошая статистика. После 19-го тура мы все так же на первом месте лидируем в 6 очков над Локомотивом. Итак, Порте может перейти в Шанхай Си-БГ. Я не знаю сейчас, что там по слухам. Но, кстати, вот Дугласа Сантоса хотят забрать в Рому. Вот такие вот интересные у нас предложения. Но Порте пока что никуда у нас не планируют забирать. Кстати, я даже не смотрел, что там у нас по трансферу. Вот Аудеро есть. Итальянский вратарь из Ливергузенского Байера. Сейчас мы посмотрим, остались ли у нас договоренности с игроками. Нет. Вот так вот они сейчас сбросились. И мне кажется, повторно уже мы с Ливаковичем, с Хендерсоном не договоримся. Да. Так и оказалось. За того, что мы вот отправили и не хватило у нас просто денег. Не нубили сейчас, скорее всего. Да, они недовольны, как прошли переговоры. За то, что мы не успели их подписать. Поэтому я не знаю, стоит ли сейчас нам подписывать Аудеро. Посмотрим, что с Хендерсоном. А, все. Вот с Хендерсоном-то вообще все нормально. С ним, в принципе, все осталось, как и было. Поэтому также отправляем предложение. Почему бы и нет. И, ну, давайте с Аудеро тоже договоримся. Я надеюсь, деньги-то мы накопим. И надеюсь на то, что вот как раз Луньо у нас получится продать за вот это вот определенное количество времени до летнего трансферного окна. Ну и все. Сейчас у нас домашняя или там вроде как на нейтральном стадионе будет игра. В рамках, я не знаю, там четверть финала, наверное, Кубка России. Посмотрим. Дугла Сантос в стартовом составе. Фил Фоден, давайте. И Лукуми. Также у нас практически вот будет Лукуми и Элведи в прошлом матче у нас сыграли. Почему бы и сейчас им так же вот не сыграть. Барриаса давайте выпустим. Давно мы его не видели на поле. Малком играл в прошлой игре. Давайте Гринвуда в этой выпустим. Ну и Чалова с Шамуродовым, мне кажется, вот можно выпустить в этой игре. Поэтому все. Вот таким составом мы выходим. Зенит против Уфы. Четверть финала там, скорее всего, Кубка России. Поехали. Итак, Нео Сонарена. Зенит против Уфы. Я правильно, если понимаю, то действительно это четверть финал Кубка России. Поехали. И Чалов делает счет 1-0. 33-я минута. Хороший голевой пас от Джастина Клюверта. Я на самом деле пробовал там посильнее как-то подать, чтобы на Гринвуду пошла эта передача. Но здесь как-то и мяч бы, наверное, там не дошел так смачно. А вот на Чалова мяч очень хорошо на ногу ему лег. Ну и счет у нас на табло 1-0. И счет 1-1. Уфа сравнивает. 57-я минута. Здесь как-то оборона у нас тоже плоховато отыграла. Вынести не получилось. Спикфорд достал мяч, но все равно этого не хватило, чтобы отбить мяч. Там немножечко даже Пикфорд в свои ворота вот отбил. А вы посмотрите, что происходит. Клюверт снова отдает на Чалова. И Чалова в следующий же вот атаке после пропущенного мяча забивает дубль. Зенит Уфа 2-1. Неплохо. И все. Снова же у нас минимальная победа. Уфа вылетает из Кубка России. Там даже увидел вратарь на этот угловой пас не пошел. Дубль Чалова. Хорошая атака была, кстати, у Уфы, когда мы пропустили. Но у них это единственный удар в створ. Этого было мало, чтобы нас все-таки обыграть. Чалов 7-5 оценку за матч получает. Да, это был четверть в финал. В полуфинале мы встретимся против Локомотива. Краснодар сыграет с Ростовом. Так, что с нашими вратарями? Хендерсон принял, он снова принял. А у Дера здесь попросили поднять стоимость до 9 миллионов и 2 сто зарплату. Да, я, в принципе, бы и зарплату Хендерсона готов был потянуть. Мне этот игрок сам по себе очень нравится. Также еще за карьеру, за матч из Рюнета, когда мы делали. Еще нам нашли вратарей. Тиба Куртуа. Бластер Сити, кстати, который сейчас играет. Вот так, подписание. И здесь у нас Бернардони. Француз. Ну, кстати, тоже неплохой вариант. Я бы его добавил в список. 26 лет, рейтинг 83, неплохой. И, кстати, которого мы можем тут действительно здесь вот за копейки какие-то подписать. Осталось только найти деньги на заработную плату. Но это ждем, когда Лунева можем мы продать. Ну, на этом все, ребят. Заканчиваем мы сегодняшний выпуск. Дальше, как вы видите, у нас будет игра в чемпионате против Краснодара. Так сказать, ну, интересный матч уж точно. Краснодар идет сейчас. Надавите строчки. А дальше игра с ПСЖ. То есть, повторы прошлого финала Лиги Чемпионов. Так что обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. До новых встреч, друзья. Всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok